Также он был серебряным призером чемпионата Европы, а затем работал тренером с Александром Фадеевым, Александром Аптом, но все это было намного, намного позже. А сейчас австрийский знаменитейший фигурист по имени Эмерих Танцер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Блестящая программа, блестящее произвольное катание, ведь он всегда был сильнейшим фигуристом и в обязательных фигурах, и в исполнении произвольного катания, но так никогда и не смог выиграть Олимпийские игры, даже подняться на пьедестал. Вот такая трагедия. В 64-м году он пятый, в 68-м году, выполнив блестящую произвольную программу, он все же не в состоянии подняться на пьедестал, потому что в обязательных фигурах он, мягко говоря, провалился. Одну из обязательных фигур он не смог выполнить, почти остановился, когда делал ее. Конечно же, публика была возмущена, когда он не смог подняться на пьедестал почета, но он сам сказал тогда, что четвертое место – это, конечно, справедливый результат. Трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы. Вот он вместе со своим тренером смотрит на свои очень-очень высокие оценки, но, может быть, даже и они недостаточно высоки для того, чтобы подняться на пьедестал. Может быть, они могли бы быть повыше. Вы слышите, как реагирует публика, которая обожала данцера и, конечно, боготворила его красоту и катание. Его тренер Герта Вахтер на протяжении долгих лет сопровождала его на всех соревнованиях. Высочайшая оценка за артистичность – 6-0. Но и она ему помочь забраться на пьедестал, к сожалению, не может. Затем Эмерих Данцер какое-то время работал в страховой компании, занимался страхованием спортсменов и мероприятий. А сейчас даже его можно встретить на комментаторской позиции австрийского телевидения. Ну и, понятное дело, что после такой неоднозначной, но все же мощной карьеры спортивной он еще выступал в профессиональном туре «Холидей-он-Айс» и работал в «Холидей-он-Айс».